МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Пана Усимбекова, сурдоперевод Марата Шмабекова. Сегодня в выпуске. На помощь мигрантам. Более 900 иностранных граждан получили помощь в Центре поддержки. Новая ответственность в 2021 году вступит в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс. Зелёные технологии. Производство аккумуляторов теперь станет экологически безопасным. Жители одного из районов Талдыкургана недовольны благоустройством дворовых площадок. Качество установленных атрибутов оставляют желать лучшего, сетуют они. Краска облупилась, асфальтное покрытие трескается, скамейки узкие. Хотя из бюджета было предусмотрено порядка 100 миллионов тенге. На жалобу отреагировала Аким Алматинской области Амадык Баталов и лично проинспектировал объект. Эти дворы в квадрате улиц Кабамбай-Батыра, Гагарина, Асанова, Назарбаева не ремонтировались ещё с советских времён. И вот в прошлом году стартовали работы по их благоустройству. Совершение подошло к концу 15 апреля этого года. Ответственный за участок компания Асалтау. Халатное отношение к работе подрядной организации заметно невооружённым глазом. К примеру, малые архитектурные формы будто изготовлены кустарным способом. Конструкции скрипят. Заметны следы ручной сварки. Стоит заметить, на благоустройство этих двух дворовых территорий выделено 100 миллионов тенге. Вот два двора. Проверишь от начала до конца. Вы создаете свою комиссию общественную. Я поручение даю. Понял, да? Всё до копейки проверишь. Со своего кармана будешь платить. Положил бы, хорошо сделал бы. Слушай, от людей благодарность принёс бы, сказал. Следующие улицы мне, дворы дайте. Я хорошо сделал. Люди мне спасибо говорят. Площадки обставлены железным ограждением общей длиной в полкилометра. На неё потрачено порядка 12 миллионов тенге. Однако её установка нецелесообразна. К тому же создаёт дополнительное неудобство. По поручению Акима ограждение ждёт демонтаж. Перейдёт подрядчикам придётся и внутри дворовое асфальтовое покрытие. Прошло только полгода, а оно уже потрескалось и накапливает лужи. В этом году я на дворы только Талдыкургана, не всей области, только Талдыкургана, 1 миллиард 554 тенге выделил. Но нельзя же вот так относиться, вот так, что в прошлом году, если бы в этом году только. В прошлом году я за счёт местного бюджета выделил 1 миллиард 22 с половиной миллиона тенге. 1 миллиард. Ну, можно же сделать красивые, хорошие дворы, чтобы люди сказали спасибо большое. В этом квадрате расположены 7 многоэтажных домов, где проживают более тысячи жителей. Они, отметив недочёты в работе подрядной организации, сделали им замечание. Но так и не дождавшись изменений, обратились лично команды Кубаталова. Вот этот асфальт кто ложил? Они. Вот асфальт тоже мы думаем, что-то здесь. Вот это что за... Где фактурный слой? Ты должен верхний, должен быть мелкозерность. Уже вот у тебя вот это, через год он у тебя бяло подшат. Ты знаешь, что в дороге тоже бывает защитный слой? Понимаешь? Есть основание, потом основной слой, вот он основной. Потом сверху мелкозерность закрывает. Почему? Потому что ликвидировать пористость, чтобы вода туда не входила. Вода имеет свойство. Когда мерзнет, он начинает расширяться. И он, когда расширяется, он начинает рвать вот этот асфальт и начинаются вот эти трещины. Вот это 200-й бардак. Из выделенных полутора миллиардов тенге 75% из местного бюджета. Сумма действительно колоссальная. Ведь за последние четыре года финансирование увеличилось в пять раз для того, чтобы у жителей были комфортные и безопасные зоны отдыха. На эти средства должны отремонтировать в этом году 64 дворовые площадки. И главное – качественно. Аман Дагбаталов поставил перед ответственными лицами конкретные сроки на устранение ошибок. Я в конце ноября или в начале декабря, я вот эти дворы объеду все. Также Аким области поручил в кратчайшие сроки привести в порядок скамейки. В целом вся работа будет на постоянном контроле руководства области. Он всегда принимал участие. Как-то вот дай бог ему здоровья, что он взял вот именно наш двор. Вот вся проблема. Так вроде бы делают. Люди рады, когда ничего не было и вдруг такое. Люди и этому рады, конечно. В этом году размеры пенсионных выплат по возрасту были повышены дважды. В результате они выросли на 12%. Это связано с увеличением прожиточного минимума и месячного расчетного показателя. С начала текущего года в области назначено 204 тысячи пенсий, пособий и социальных выплат. Итоги работы за 9 месяцев подвели сегодня сотрудники Департамента комитета труда, социальной защиты и миграции Палматинской области. Как было отмечено на встрече, сегодня в регионе пенсии и пособия получают 670 тысяч человек, около 230 тысяч из них пенсионеры. Стоит отметить, государство гарантирует населению 39 видов социальных выплат в виде пенсий и пособий. Особое внимание уделяется социальной поддержке лиц с инвалидностью, малообеспеченных и многодетных семей. При этом сегодня многие услуги переходят в электронный формат. Все социальные выплаты сейчас подаются по месту жительства ЦОНИ, Центра службы населения. Если имеется электронная цифровая подпись, можно, не выходя из дома, подавать заявление через портал электронного правительства. Более 15 тысяч мигрантов находятся в затруднительном положении в результате ограничений на передвижение и закрытие границ. Зачастую многие из них не знают о санитарных нормах и правилах поведения в людных местах в период пандемии. С целью профилактики коронавирусной инфекции впервые в Талукургане открылся Центр поддержки мигрантов. С июля текущего года медико-психологическую помощь здесь получили более 900 иностранных граждан. Большая часть из них – выходцы из стран СНГ и Турции. Проект помощи мигранта был создан при содействии благотворительного фонда «Сорос». На его реализацию выделили порядка 8 миллионов тенге. Главная цель – решение проблем, с которыми сталкиваются граждане из-за рубежа, приехавшие в Казахстан на заработки. По интересующим вопросам они могут обратиться за онлайн-помощью к врачу, терапевту и психологу по телефону доверия 220-200. Мы работаем по профилактике туберкулеза уже более 7 лет с мигрантами. И мы увидели, что очень много наших клиентов стало обращаться и по ковиду. Это новая инфекция, с которой тоже нужно работать. И мы предложили вот такой проект фонду «Сорос Казахстан». Они нас поддержали в этом. Сейчас, с июля месяца, мы начали непосредственно работать. Я приехала из Кыргызстана в Казахстан на заработки. Здесь я уже нахожусь в 5-6 год. В августе месяце я стала себя чувствовать плохо. Были проблемы со здоровьем. И тут я вспомнила про телефон доверия. Меня перенаправили по телефону к врачам Толгарского района. Дали номер аутрич работника. Я позвонила ему. Меня на следующий день приняли в больнице. К сожалению, у меня коронавирус выявили. Я прошла полный курс лечения, чему я очень благодарна. Путь к демократизации. 21 специализированный суд по рассмотрению публичных споров между гражданами и административными органами будет создан в Казахстане с 1 июля 2021 года. Тогда же вступит в силу административный процедурно-процессуальный кодекс. После его внедрения утратят силу законы об административных процедурах и о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Оба этих документа войдут в АППК. О том, как будет работать новый кодекс, рассказали судьи Алматинской области. По словам представителей ФИМИДы, документ направлен на совершенствование Института административной юстиции. Кодекс составлен в соответствии с общепризнанными стандартами. АППК направлен на предоставление равных условий в споре граждан и государственных органов, подытожили спикеры. Принятие этого кодекса было предусмотрено еще в 2010 году. Было включено в концепцию развития правового государства. И как раз основной задачей являлось принятие этого АППК, если мы будем говорить его коротко. Но опыт зарубежных стран говорит о том, что с принятием именно АППК количество публичных споров возрастает в 2-3 раза. Мы думаем, что у нас в стране тоже возрастет такое количество споров. Потому что этот АППК представляет возможность как гражданам, так и юридическим лицам реализовать свои полностью права в публичных отношениях. То есть в отношениях с государственными органами, с органами местного самоуправления. Фермеры Алмакинской области готовятся к зиме. Вопрос первостепенной важности – заготовка кормов для скота. Не стало ли засушливое лето глобальной проблемой и удалось ли в Раимбекском районе заготовить достаточное количество кормов, узнавала наша съемочная группа. Крестьянское хозяйство Рауан находится у подножия гор возле села Карасас. В прошлом году глава хозяйства привез из России 200 голов двухлетних телочек породы сементал. Сейчас они хорошо прибавили в весе, и уже в следующем году хозяйство будет получать племенной молодняк, а следовательно и прибыль. Главная задача на сегодня – хорошо перезимовать. Засушливое лето вызывало тревогу у фермера. Из-за отсутствия дождей трава росла очень плохо. Каждый день лета очень важен для зимы. Мы переживали. На 250 гектарах мы посадили овес и ячмень, и вот еще 300 рулонов сена собрали. Так что в целом мы заготовили корм на 300 голов. И теперь готовы спокойно встретить предстоящую зиму. В Раимбекском районе в этом году будет зимовать 60 тысяч голов крупного рогатого скота, 238 тысяч овец и кос, а также 35 тысяч лошадей. В этом году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в регионе собрано достаточное количество кормов. В 12 сельских округах заготовлено 186 тысяч тонн сена и люцерны, 19 тысяч тонн соломы, 13 тонн зерновых кормов. Часть из них была доставлена из соседних районов. Из соседнего Киенского района, из села Сумбе, были убраны сенокосы и завезены к нам кормовые травы, так как в селах не хватало. Так, согласно плану, было собрано 186 тысяч тонн грубых кормов. Стоит отметить, что солнечная сторона горы Аспантау даже в зимние дни пригодна для пастбищ. И если снежный покров будет небольшим, крупный и мелкий рогатый скот местами сможет пастись, говорят фермеры. Надежда Белова, Курман Джан Касамжанулы, Аманжол Жонкешев, телеканал ЖТСУ. Сельхозпродукции на сумму более 20 миллиардов тенге получено за текущий год в Уйгурском районе Алматинской области. Невзирая на пандемию, аграрии смогли увеличить показатель в сравнении с прошлым годом почти на 2 миллиарда тенге. Об этом и ряде других показателей сообщил на встрече с журналистами Аким района. В этом году в Уйгурском районе возобновила работу одна из птицефабрик. Открытие еще одной запланировано в ближайшее время. Это стало точком для повышения спроса на продукты растениеводства. Для увеличения объема их производства руководство района намерено провести капитальный ремонт ирегационных сетей и гидроузла на реке Чарн. Это позволит ввести в оборот еще 6,5 тысяч гектаров пассивных площадей. Мы уже получили поддержку области, утверждая Аким района. В этом году мы посеяли 12 тысяч 54 гектара кукурузы, получили 79 тысяч 210 тонн кукурузы. Среднее получается по 60-68 центнерных гектаров. Но есть крестьянские хозяйства, которые на сегодняшний день уже получают по 110 центнерных гектаров. То есть они сохраняют полную агротехнологию выращивания кукурузы. Некоторые крестьянские хозяйства это пока не могут. На следующий год у нас создается сервисный загадочный центр именно по выращиванию кукурузы. Если этот центр у нас заработает, то будет возможность полную технологию соблюдать и увеличить производство труда в этом направлении. В этом крестьянском хозяйстве показатель урожайности один из самых высоких. Сбор кукурузы с одного гектара – 110 центнеров. Воловой сбор составил 770 тонн с 70 гектаров. Урожай в этом году хороший. Кукурузы в зерне мы заготовили 200 тонн, а в початках – 1000 тонн. Помимо этого, мы выращиваем многолетние травы на сено. Воловой сбор с 51 гектара составил 500 тонн. Наряду с растениеводством крестьянское хозяйство занимает лидирующие позиции и в животноводстве. В текущем году здесь закуплен крупно-рогатый скот племенной породы ангус на сумму в 45 миллионов тенге. В будущем планируется наладить экспорт мяса говядины и увеличить поголовье скота и откормочные площадки. В крестьянском хозяйстве работают 67 человек и 17 единиц техники. Крестьян занимается основным разведением крупно-рогатого скота, овец и коз и лошадей. Кроме этого, он занимается откормом скота. У них имеется на 250 голов на откорм крупно-рогатого скота, на 1000 голов имеется откорм овец и коз и на 200 голов у них имеется откорм лошадей. Районы действуют более 2000 крестьянских хозяйств. Но в последнее время у нас еще занимаются районы посадка плодовых садов. Сейчас в данный момент у нас в районе имеется 4200 гектаров плодовых садов. В этом году мы посадили 464 гектара. Из них 384 гектара яблонный сад, сорта апорт. Из этих садов почти 560 гектаров орошаются с капленным орошением. Также в районе развито тепличное хозяйство по выращиванию огурцов и томатов. Сейчас здесь действует уже шесть таковых предприятий общей площадью более 11 гектаров. В последнюю из построенных было инвестировано более 400 миллионов тенге. К следующему году планируется построить еще три теплицы. Эта теплица построена в декабре прошлого года по турецкой технологии. Ее общая площадь составляет более 1 гектара. С первого урожая уже собрано 200 тонн огурцов. В этот раз число намерены удвоить, доведя до 400 тонн. В будущем теплицу планируют увеличить до 3 гектаров. Рустам Аралбаев, Ервана Замбай, Телеканал ЖИЦУ. Реабилитационный центр для переболевших коронавирусом появился в Туркестане. Центр создан на базе городской поликлиники и чем-то напоминает санатории. Курс восстановления здесь пока проходят 19 человек. Ежедневно они занимаются в тренажерном зале и посещают сеансы массажа. Пройти реабилитацию может любой желающий, переболевший коронавирусом, но только по предварительной записи, говорят врачи. При медицинском учреждении работает и вирусологическая лаборатория, где проводятся тесты на коронавирус. В краже 700 миллионов тенге подозревают чиновницу из Акмолинской области. Сотрудниками Департамента экономических расследований по Акмолинской области и Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в рамках досудебного расследования по факту хищения 700 миллионов бюджетных средств при строительстве подстанции задержана группа лиц во главе с руководителями районного отдела Акимата Акмолинской области, сообщает в пресс-службе ведомства. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Решить проблему нехватки качественной питьевой воды просят жители села Шулпан в Восточно-Казахстанской области, сообщает корреспондент Хабар-24. В ауле с населением более 1300 жителей нет доступа к питьевой воде. Люди пьют ее из колодцев. Между тем, в Акимате говорят, проект по питьевому водоснабжению разработан еще три года назад. Из республиканского бюджета выделено 435 миллионов тенге. Компания, выигравшая тендер, начала работу в 2018 году. Однако проект был приостановлен по решению суда. После судебных разбирательств новый подрядчик уже приступил к работам. Со слов представителей местной власти, к сентябрю следующего года село полностью будет обеспечено водоснабжением. Производство аккумуляторов может быть экологичным. Одно из крупных предприятий ЖТСУ, завод Кайнар, запустил новую линию производства блоков питания по зеленой технологии. Она позволит использовать старые аккумуляторы при выпуске собственной продукции. С этого момента здесь модели корпусов аккумуляторов будут полностью сделаны из вторичного сырья. Для этого установлено самое современное оборудование итальянского производства «Инжитек», которое позволит перерабатывать сырье с полной нейтрализацией электролита при помощи производственного очистного сооружения. Таким образом, новая технологическая линия сократит негативное воздействие на окружающую среду. На сегодняшний день объем производства аккумуляторов составляет 2,5 миллиона, то, что мы делаем. С помощью этой линии мы увеличим где-то до 3,3 миллиона батареек в год. Отличие этой новой линии от существующих в том, что она больше всего автоматизирована. Все процессы, которые на ней есть, они завязаны на автоматике. То есть человеческий фактор там фактически отсутствует. И все операции делаются в автоматическом режиме. Человек просто стоит и контролирует эту автоматическую работу. По словам генерального директора, модернизация предприятия стала возможной благодаря финансовой поддержке товарищества «РОП». От такого оператора завод «Хайнар» получает компенсационные выплаты за сбор, переработку и утилизацию отработанных аккумуляторов. За 4 года выплаты составили более 4 миллиардов тенге. Мы, как Международный центр зеленой технологии, максимально оказываем содействие и приветствуем создание производства такого рода заводов. «Хайнар АКБ» один из первых применяет зеленые технологии, тем самым не просто оптимизируя свои расходы, но тем самым он и уменьшает себестоимость. Также самая главная, основная цель, что идет именно защита экологии. То есть, так скажем, руководство активно думает о будущем Казахстана, начиная от снижения выбросов как в атмосферу, так и почву, так и в воду. То есть, все три основных компонента «Хайнар АКБ» на своем производстве снижает именно загрязнение, тем самым улучшает экологию и применяет зеленые лучшие мировые технологии. Вместе с тем, в этом году градообразующему заводу Талдыкургана удалось расширить географию сбыта произведенной продукции. Аккумуляторы под маркой «Сделано в Казахстане» начали реализовываться в Италии и Объединенных Арабских Эмиратах. В планах завода – продолжение освоения китайского и европейского рынков, увеличение продаж до более 3,5 миллионов штук в год. Но и это не все. Кайнаровцы также планируют освоить производство новых типов – стартерных и стационарных батарей. Гульназ Мустафа, Ася Дюсимбек, Телеканал ЖТСУ. В странах Азии, Африки и Ближнего Востока не прекращаются антифранцузские акции. В пакистанском Карачи демонстранты собрались у консульства Франции в знак протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда и заявлений президента Эммануэля Макрона. О том, что республика не откажется от свободы слова. Манифестанты выкрикивали лозунги, осуждающие Макрона и топтали его фотографии. Французские, а также американские флаги сжигали и манифестанты в Тегеране. Вопрос о публикации карикатур снова оказался в центре внимания после того, как во Франции был обезглавлен учитель Самюэль Пати, показавший детям на уроке, посвященном свободе слова, карикатуры на пророка, опубликованной журналом Шарли Эбдо. На Ближнем Востоке идет кампания по бойкоту французских товаров. Они уже исчезли с полок супермаркетов в Иордании, Катаре, Кувете и других странах. Вожесточенные столкновения с полицией переросли в протесты и беспорядки, начавшиеся в Филадельфии после того, как правоохранителями был застрелен 27-летний афроамериканец Уолтер Уоллес, у которого, предположительно, был при себе нож. Вечером сотни людей прошли маршем по улицам города, скандируя лозунги и угрозы в адрес полиции, а затем начались погромы и грабежи магазинов. Похищенные развозили на автомобилях. За отказ подчиняться требованиям властей арестованы более 90 человек. В ходе столкновений ранения получили около 30 полицейских. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время назначения новых помощников по Гродненской, Брестской областям и городу Минску поручил закрыть государственную границу для обеспечения безопасности страны. Об этом сообщает Белта. Вместе с тем, глава республики заявил, что не стоит делать границу с железным занавесом. Какой именно участок границы требуется закрыть, Лукашенко не уточнил. Ранее, 29 октября, Лукашенко заявил, что стране угрожает НАТО и в первую очередь Польша. Он пообещал, что власти окажут сопротивление в случае агрессии. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго.